Стол Субтитры сделал DimaTorzok Дмитрий занимается изготовлением виндзорских стульев. Виндзорские стулья и кресла, пожалуй, самые английские из всех типов мебели. Прочные, удобные, элегантные. Они давно обосновались в домах Британии и Америки. На кухнях, столовых, ресторанах, библиотеках и кабинетах. Существует красивая легенда о том, что название своей стулья получили благодаря прихоти короля Георга II. Рассказывают, что тот, будучи еще принцем уэльским, наследником короны, охотился в окрестностях Виндзорского замка и остановился на отдых то ли в местном трактире, то ли на ферме. И там увидел один из стульев местного производства. Удобная мебель настолько понравилась будущему королю, что он приказал скопировать эту мебель и изготовить небольшую партию стульев для личного пользования. Ну а потом в Торе наследнику аристократия ввела в моду Виндзоры, и они распространились по всей Британии и колониям. На деле все оказалось намного проще. Об этом расскажет сам умелец. Он и работы свои продемонстрирует, и по мастерской экскурсию небольшую устроит. Изготовлением стульев Дмитрий занимается 8 лет. Это хобби в чистом виде. Цель заработать мастер перед собой не ставит. Скорее наоборот, тратится на свое увлечение. Обходится недешево, чего стоят только одни оборудования и проекты. А началось все с лестницы. Дмитрий строил дом, понадобилась эта важная деталь, но за нее запросили столько, что умелец решил справиться с собственными силами. И у него удалось. За время работы Дмитрий душой прикипел к столярному делу. Решил попробовать сделать что-то еще. И получается у него очень здорово. Обратите внимание, стулья сделаны без единого гвоздя. Смотрите сами. Дмитрий, вообще расскажи, с чего все начинается изготовление самого стула? Какие этапы у производства есть? Этапы, стулы. Первый этап – это сначала купить проект. Я использую проект. Это чисто американский проект. Есть такой мастер Кертс Бучин. То есть у него есть свой YouTube-канал, у него есть свой сайт, у него есть очень много видеоматериала. То есть наглядный материал, по которому можно научиться. Можно научиться сделать стулья. Вот этот стул называется Виндзорский. То есть свою историю он берет с конца 17 века. Вот. С конца 17 века. Ну понятно, что как бы он… То, что дошло, это уже какие-то модификации, которые проговорили. Чуть позже. Вообще история Виндзорского стула началась с Виндзорской ярмарки. То есть куда свозились товары с местных, так сказать, местных ремесленников. И вот оттуда официально датированы происхождения этого стула. То есть первый контракт на него был на Виндзорской ярмарке – это 1724 год. То есть этому стулу практически 300 лет. Особенность Виндзорской технологии заключается в том, что вот из всего, что мы видим, так сказать, из всех элементов, которые мы видим данный стулья, а это, так сказать, под стулья – это ножки, царги, дуга, да, то есть пицца и сидушка. То есть сидушка – это единственный элемент, который должен быть идеально сухим. То есть иметь влажность там 7-8%. По сути дела, то есть она делается, а все остальное делается из сырого материала. Просто точится все из сырого, да, потом сушатся, так сказать, эти концы, которые пойдут потом соединяться. А почему из сырого? То есть легче это все получается? Легче обрабатывается. Легче обрабатывается, это раз. И во-вторых, не нужен сухой материал для производства. То есть особенность. Вот такая особенность. Вот это все, практически 90% в этом стуле сделано все на токарном станке. Вот этот станок. А можно мы к нему подойти и посмотреть на него? Вот делаются вот такие заготовки. Как говорим, квадрат обычный. Ну, по материалу я потом попозже расскажу вообще, из какого материала все это делается. То есть обычная заготовка 50 на 50 размечается. И в центрах все это делается. Есть проект купленный. Вот у нас это шаблон ЦАРК. Это шаблон, так сказать, одного из стульев инзорских. То есть я пока освоил два вида винзорских стульев. И тут одна, как бы, не знаю. Так, а что такое? Вот тут шаблон нож. Инзорский. Ну, без копировки, то есть на глаз. Сначала кажется, что это очень сложно. На самом деле, ну, десяток-два и уже, так сказать, сделаешь нормально. А сколько стульев вы сделали, прежде чем у вас получился нормальный такой добротный стул? Сколько было ошибок? Ну, скажем так, свою столярку я вначале не с этих стульев. Поэтому у меня определенный опыт уже, наверное, такой серьезный был. Вот, ну, этот я сделал, ну, с первой попытки не сделал, да. Ну, даже у меня сын, который сейчас в армии находится, он с первой попытки сделал. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Коенциркуль, чтобы, то есть, когда крутится заготовка, когда крутится заготовка, отмечается, понимаешь, как я делаю, другой из-за, то есть отмечаются вот эти вот основные точки, вот эти вот основные точки. То есть, на каждый размер есть вот кланциркуль. Чтобы форму придать можно было. Да, да, и потом вот таким вот отрезанным резцом, используя кланциркуль, вот, то есть, определенные точки. И потом все это доводится уже, так сказать. До ума. До ума, да. То есть, в классике вензовский стул, ну, по крайней мере, американский его вариант, делается, сидушка делается из, делается из сосны или из ели, да, там какая-то есть специальная ели, помню, или yellow pine, который так называется. Вот, из ели делается. А, другие с одной части? Вниз делается из клёна. Верх делается из ясени или из дуга. А почему такая? То есть, это обусловлено характеристиками самого материала. Дуг и ясень очень хорошо гнется при распаривании. Клен очень хорошо шлифуется и точится на токарном станке. Вот, а ель очень легко обрабатывается. Вот, и за счет разности плотности этих материалов, соответственно, тоже, то есть, очень удобно подгонять соединения, чтобы они были настолько плотными, то есть, за счет разницы. То есть, когда используется, вот в данном стуле, я использовал ясень как бы везде, то есть, и внизу, и под стулья, и над стулья, и сама сидушка сделана из ясеня. Но здесь определённые ограничения по технологии производства. Чтобы плотно подгонять эти соединения, здесь приходится маленечко приспосабливаться. Круглый скобель для приближённой обработки как бы к окончательному варианту судушки. Что-то с углубления делали. И после того, как работа сделана этим инструментом, таким специализированным скобелем, используется вот такой инструмент. То есть, это разновидный сурбанк, изгиб, радиус 4,5 дюйма, чтобы эти вещи себе проводить бы ума. Вот такой специализированный сурбанк. Сколько у вас времени уходит на изготовление одного стула? В часах? В часах, наверное. Сейчас скажу. Наверное, часов около 20. Доходишь до этого момента к вещей не сразу. То есть, портишь, экспериментируешь, экспериментируешь, экспериментируешь. И только там, не знаю, на десятую, на двадцатую попытку можно сказать, что что-то получил. Чтобы пусть это был повторятельный процесс. То есть, производство, надо же подсыпать, повторяем, обязательно. А вот за все время сколько вы уже стульев сделали? Можете примерно... Ну, я немного сделал. Мои штук около 15. Можно сделать один-два и успокоиться на этом. А можно, так сказать, в совершенстве. То есть, любой процесс можно довести до совершенства. Какие концы это делают? Получайте, пожалуйста, удовольствие. Красивые, главное, своими руками. Сделаны с душой и любовью. Эта мебель уникальна во всем. В учениках сын. Между прочим, свой стул он сделал с первого раза. Отец этим очень гордится. И в армию отправляет ему фотографии новых изделий. Планы у мастера грандиозные. Но в Книгу рекордов Гиннеса стулья износить не торопится. Хотя изготовлением винзорских стульев в России занимаются лишь единицы. А в Мордовии вовсе только один мастер. Агафонов. Я только копирую. Это не мой проект. Я не претендую на Книгу рекордов Гиннеса. У меня, кстати, очень есть в планах интересный проект. Я видел тоже в интернете. Есть такой японский мастер Ишитани. Вот у него очень, то есть аналогичные, примерно похожие стулья в стиле хай-тек. Сделал такой модерновый классик. Вот такая, наверное, даже ближе к этому. Вот. Очень интересный проект. Ну, в планах. Ну что ж, пожелаем мастеру успехов. Пусть его планы обязательно сбудутся. Если вы хотите стать участником нашей программы, пишите, звоните. Нам интересно все. С вами была Елена Сергеева. До встречи во вторник. Субтитры подогнал «Симон»!